Доброго времени суток, подписчики и гости канала Фиалкина Стравок, с вами Елена. Дорогие друзья, по просьбам подписчиков, сегодня видео на тему профилактическая обработка фиалок осенью. Для кого-то это актуально, для кого-то не актуально. Каждый смотрит по своим условиям, где он живет, и могут ли нежданные гости лета прийти в его коллекцию незамеченном. В общем, все нужно учитывать. Я раньше тоже не делала профилактическую обработку своих растений, потому что климат был не жаркий, и несмотря на то, что у нас окна открывались, мои фиалочки не страдали от нашествия разных насекомых. Но изменилось все в это лето. Это лето было жаркое, и такое было нашествие трипсов ужасное, что я прямо не знала, что делать. Многие мне советовали инсектицид бусида. Конечно, хороший препарат, дешевый, но минус этого препарата, он дает резистентность насекомым. Получается, много обработок им делать нельзя. Поэтому я искала, что можно сделать. И нашла такой препарат, благодаря которому моя коллекция стала чистой. Его можно использовать и как для осенней обработки профилактической, также можно использовать постоянно. Я вам хочу предложить другие системные инсектициды. Если у вас не обнаружены трипсы, белокрылка или еще что-то, то можно использовать вот такие препараты, как командор, октара, бусида. Главное, чтобы эти препараты были системные. Системный инсектицид делает растение ядовитым на две недели. И поэтому получается, что если к вам летом в коллекцию кто-то заглянул на ваши красивые растения, и вы это не заметили, то проливая растения под корень этим препаратом, вы их как раз защищаете. Все насекомые, которые есть в коллекции, которые пришли незаметно, они погибнут. То есть вот получается очень удобный препарат, потому что не нужно опрыскивать, но проливать его нужно на влажный грунт. Обязательно на влажный грунт, чтобы не было химического ожога. Бусида из всех этих препаратов, говорят, самый эффективный. Он дешевый. Но вот в нашем городе он не продается. Я использую системный инсектицид, доктор, как он выглядит, я его вывела на экран. Там 8 стрел в комплекте. Я использовала летом его, потому что нашествие трипсов было через день до каждый день. Постоянно видела, что у цветочков пыльца просыпана по лепесткам. И после того, как я поставила вот этот системный инсектицид доктор, через какое-то время я перестала видеть трипсов. Вот их жизнедеятельность. Раньше они попадались и на цветочках. Их все равно видно, что они есть в коллекции, особенно когда их много. Но после того, как я стала пользоваться этими стрелами, я очень иногда уже видела просыпанную пыльцу. То есть получается, летом, несмотря на открытые окна, вот эти товарищи, они если и заходили, то заходили ненадолго. Где-то в конце лета или в начале осени я поставила липкие наклейки-ловушки, посмотреть, кто же у меня в коллекции остался. Все я вывела или не все. Вот здесь еще одна наклеечка стоит, вот ее видно. Но наклейки простояли довольно-таки долго, и никого я не заметила. Только пылинки были на наклейках, и все. Так что вот, дорогие друзья, если у вас не обнаружены разные насекомые, вредители, вы можете просто профилактическую обработку сделать системным инсектицидом, пролить грунт, хорошо пролить, но пролить на влажный грунт, чтобы не было химического ожога. Ну а сейчас я вам покажу, как эти стрелы выглядят, и как я при пересадке их вставляю в горшочек, потому что очень удобно. Они защищают 3 месяца, и каждое растение, когда я пересаживаю, я ставлю эти стрелы. И дальше уже не беспокоюсь, что у меня в коллекции будут гости. Я сегодня переукореняю фиалочку РС Герцогиня. Срезала корневую, зачистила стволик, теперь она готова к посадке. Но вот перед тем, как ее посадить, я как раз пользуюсь стрелами доктора. Вот здесь вот 8 штук этого доктора. Я беру одну стрелу. Меня подписчики научили, что ее можно растричь. Я ее растригаю напополам, и потом еще на две части. У меня получаются вот такие 4 четвертинки. И дальше я их вставляю с боков горшочка. Конечно, когда фиалка еще не посажена, это делать удобно. А если фиалка посажена, то я обычно поднимаю листики и ставлю. Вот и все. Я вот таким образом делаю себе профилактику. Так как резистентности здесь нет, препарат не вызывает резистентности, как говорит производитель. Поэтому ставлю стрелы и забываю. Очень удобно, девочки. Но хочу напомнить, что препарат этот, конечно, дороже, чем бусида. Но мне понравился он больше. Вот такая вот барышня. Теперь мне ее нужно полить. Поливаю я с фитоспорином. То есть водичка у меня немножко коричневая. Вы можете это не делать. Но у нас климат очень влажный, поэтому часто бывает белый мох на грунте. Вот именно от этой влажности. Температурный режим хороший, а вот с влажностью у нас проблемы. Вот так вот посажена барышня. Барышня уже с фитилем, поэтому сейчас пропитается земляной ком, пропитается фитиль. Я ее поставлю на фитиль. И будет она расти дальше. Надеюсь, я ответила на ваши вопросы про осенние профилактики фиалок. Но смотрите сами, где вы живете, если у насекомых, которые в вашей местности, возможность попасть на ваши фиалки. Спасибо, дорогие, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И снова жду ваших интересных вопросов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok